Администрация президента протягивает практику везных приемов. Сегодня Максим Рыжанков выслухал Жихаров Житковицкого района. Королевство Нидерланда устанет ближай. Сене у Гомери примали часовоповеранных о справах этой державы Паула Ван Уоствейна. Коварный ливень у речицы ликвидуют наступствы непогаде. А зараз обгэта меньшим больш падрабязна. От добраупорадкованья населенных пунктов до развития спорту. Сене першы намесник, керавника администрации президента Республики Беларусь Максим Рыжанков провел прием у Житковичах. Якие темы вздымали жихары района и як плануется выращать хвалюючая их пытанне, доведаўся Олег Сенцерову. Житковская детячая юнацкая спортивная школа установа, вядомая не только в районе. На притягу 27 годов тут развивали геравый спорт и достигнули значих поспехов. Заслучаны майстер спорту Республики Беларусь, два майстер спорту международного класса и 80 майстров спорту. Такими выниками можа покладіцца далёка не кожная спортивная школа, навт ў вядікіх гарадах. А прачатаго ў актыві житковчан 23 міжнародны фестивалі па геравым спорте «Кубак Полесья». Олег Крыхубочак год тому геравый спорт выведец программы дзечаша юнацких спортивных школ. Геравый спорт, особенно в Житковичах, имеют очень больші традиции. И мы хотим попросить помощника президента вернуть этот вид спорта для дальнейшего развития, потому что финансирование прекращено полностью, календарь прекращен полностью, ребят, желающих заниматься, очень много. Поэтому жалко и обидно, что мы потеряем все традиции и потеряем такой народный вид спорта, как геравый спорт. На приёме у першого намечника керувника администрации президента разнова об махчимости вертання геравого спорту у расклад занятку спортивной школы. З уликом того, что Житковская знаходиться у системе профсоюзов, Максим Рыжанков обіцает звернуться до керувництва гэтай організацій. Стопроцентных граты не даю, але думаю, что пытання выршица ста ночі на протягу тыдня, подкресливая перший намечник керувника администрации президента. Наверное, точечно оставлять для каких-то населённых пунктов, либо регионов то, что для них традиционно и что действительно является основой для не только развития спорта, но и какого-то массового физкультурного движения, а ещё в данном случае фестивального какого-то, конечно, такое может быть. Тем более здесь как бы профсоюзная школа. А что такое профсоюзная школа? Вот профсоюзы, они наиболее ближе должны быть и к людям, и к труженикам, да, к их детям. Сегодня житковичи ректуются до проведения областных дожинок, а тому тут проводятся масштабные работы по доброупорадкованне. У свою чергу гэта зняла шмат, які пытання, за якими житковичані звертаються у райваконкам. Наведение парадкованной землі пытается род галунных тем, які хвалюють местовое населёнство. Хаць вырешыць усе проблемы у гэтай сферы, поколь усе ж таки не отрымалася, подтверждение чаму зворот Жихарки-Вёстки-Ляховичи. У гэтам населённом пункте поколь не отрымалася навести парадок на Могилках, у тым ліку зарабіць агароджу. Максим Рыжанков бере пытання на контроль. На притягу ближайшого місяца парадок будя наведіны, у тым ліку з макчым притягненням до работ громадських організаций. Есть некоторые ещё непонимания иногда между жителями и местными органами власти. Я тут имею в виду, что сельские поселковые советы не всегда, наверное, обладают каким-то таким кругозором и пониманием, как можно вопросы решить, если где-то, значит, получить помощь с районной вертикали, где-то вовлечь в решение вопросов самих граждан. Да и граждане не всегда понимают, что, собственно говоря, они тоже должны что-то делать для того места, где живут, и только уповают на какую-то помощь, значит, районной, областной вертикали и так далее. Оказывается, если вместе собрать какие-то ресурсы дополнительные, вот как сейчас было пару вопросов, вот, районные, где-то вовлечь местные общественные организации в реализацию каких-то вопросов, уже непосредственно в исполнение, то, в общем-то, дела все двигаются. Олег Сентяров, Валерий Запанько, телерадовая компания «Гомель» Житкович. Протягиваем выпуск. Развивать экономичные контакты и налаживать больше тесную совесть у гуманитарной сферы. Преспективы супрацовненства помеж Нидерландами и Гомельской областю обмерковали у областным и городским выканавчих комитетах, а так само у ГДУ имя Франциска Скарыны. Тут сёння у першыню примали часово поверанного у справах Королевства Нидерландов у Республицы Беларусь с падара Паула Ван Уоствайна. У Аблвы Канкаме он сустрелся с керавництвом в области и обмерковал макчымость повеличения товарообороту. Дарэчэ летось он склау амаль 70 миллионов долларов. Причым на долю импорта пришлося усяго 5 миллионов. За 7 месяцев гэтага года товарооборот практически досягнул 90 миллионов долларов. Третья частка – импорт. Мы купляем поветранные помпы, аутотехнику и полимеры. Продаем чёрные металлы и выробы из них шкло и драунину. Мистер Ван Уоствайн первый раз в Гомеле. Год назад он занимался открытием посольства в Минске. Поэтому в основном все его визиты были в пределах Минской области. Теперь он интересуется регионами. А у ГДУ имя Франциска Скарыны спадар Паул Ван Уоствайн не только пагутару с ректором, але и провел цикавую сустречу со студентами. У приватности рассказал об Нидерландах, важных звездках с истории королевства и отказал на пытанне. Наведвание университета – важный пункт у программе. Дяка учих этому можно наладжвать супрацовництва не только по межнавучальными установами у целым, але и распрацовывать проекты на узровне особных кафедр. За 10 дней они не только вспомнили тое, что доведалися подчас терминовой войсковой службы, але и шмат чему научились. На территории войсковой части 55-25 у Гомеле сегодня завершились сборы военнообовязанных. У делу их примали 69 солдатов, сержантов и офицеров запаса с Гомелей района. После занятков по боевой и тактичной подрыхтовции отпрацовано применение навыков на практице. У рамках белорусско-российских ученев «Захад-2017» на протягу двух суток рота военнообовязанных выконывала в учебно-боевую задачу по охове объекта. При этом супрацоведничал им взвод специального призначения. Военнослужащие проявили, скажем так, как сейчас можно говорить, креативное мышление в решении данных задач. В отдельных вопросах подсказывали, как лучше сделать ту или иную задачу, решить общие оценки за учебный сбор хорошо. А по выполнению учебно-боевой задачи, те цели, которые мы ставили для обозначающей стороны, противник их не смог выполнить именно благодаря несению службы этим личным составом 12-й рот. У некоторых аспектах военнообовязанные могли дать фору военнослужащим терминовой службы, за что по заканчении сборов и отримали подяки от командования войсковой части. У речи цессионне ликвидуют наступствы непогады. Як поведомляет районная выданья «Дняпровец», на города брынулися Ливениград. Опадки протягивались и усягу годину, але гэтага хапилла каб на Нижней набережной змыла гандлевую палатку. Затрымаць речи, які могли бы пынуться у «Дняпры», да помогла Агароджа. Так само дажу потерпел славянский рынок. Гамильчане познайомятся с корейским кинематографом. Дни корейского кино стартуют сёння у вечера у Кинотеатры «Мир». Кинофестиваль промеркованный до 25-ти годзе установления дипломатичных относинов помеж Республикой Корея и Беларуссю. До показа заплановано 5 фильмов. Усе представленные киностушки будут супроводжаться русскими субтитрами за выключением драмы «Дурасоры», «Голос у Сходу», субтитры до якой специально перакладзены на беларускую мову. Гэты фильмы и открыя кинопаказ. Так само у программе различанной до 24-го вироснеуключна семейная комедия, мультипликацыйный фильм и трылер. Сеансы можно наведать бесплатно. А подчас урочистого открытия, якое распочнется сёння 18-й године, глядачам пропануют послухать живую музыку и оценить выставу национальных лялек. Сёння означается «Межнародный день мира». И он был зацвердженный Генеральной Ассамблеей ААН 15 годов тому, как день усягульного спинения огню и отмовы от насилия. Тематичные мероприемства, уроки «Миру», круглые столы, фестивали детячей творчасти у нашей области проходят на протягу усяго тыдня. У этой хвилины областная организация фонду «Миру» ладзит сустречу студентского актива региона у ГДУ имя Франциска Скарины. Мероприемство проходит под девизом «Беларусь, краина, миру и сгоды». А на початку наступного тыдня уже у 11-й раз отбудется традиционная областная акция «Дитя миру». Семьи, у которых 21 веросяня народились дети, отримают специальные посвечения. Активисты фонду «Миру» с подарунками наведают родильные отделения. За годы проведения акций на Гомешчине народились и мают миротворчая посвечения «Дитя миру» 605 детей. Сегодня православные верники отзначают рожство Прасвятой Богородицы, первое свято у новым церковным ходе. Паводля падания бывши немолодыми и бездетными, глубоко верующие батьки Девы Марии просили у Бога дачку и дали зарок присвятить ей житё усявышнему. Малитвы их были почуты. Архангел Гаурейл обвястил, что у них народится дачка Мария, праз якую будет подарована вратованье усяму свету. ГТА, а так само иншая новины, вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvarmil.by. Далее у эфиры «Спортивный агляд». З новинами спорта вас познайомить мой коллега Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова